МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Верховной Раде сегодня будет работать до полного рассмотрения вопроса в повестке дня. За такое решение проголосовали 234 депутата. В зале находится весь состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. И что сейчас происходит в парламенте, узнаем у нашего корреспондента Оксаны Опрышко. Оксана, здравствуй. Представили ли народным депутатам проект бюджета 2015 года? Здравствуй, Вика. Действительно, после перерыва депутаты ожидали в парламенте презентации проекта бюджета 2015 года от министра финансов Натальи Яресько. Впрочем, правительство появилось в сессионном зале целой делегации во главе с премьером Арсением Яценюком, который бы в вступительном слове попросил депутатов перед голосованием за бюджет и перед рассмотрением проекта бюджета также одобрить 44 правительственных законопроекта, которые направлены на имплементацию, ну, собственно, которые сопутствуют проекту бюджета на следующий год. И, собственно, после этого взялось представлять новые документы и в том числе новый проект бюджета на следующий год сама министра финансов. Отчитываясь о подготовленном новом измененном бюджетном кодексе, она еще раз акцентировала, что он предусматривает децентрализацию, в частности, в пользу местных властей предусматривается несколько сборов, в частности, например, 80% экологического сбора, а также 100% сбора на подакцизные товары и недвижимое имущество. Таким образом, по словам министра финансов, местные бюджеты дополнительно в следующем году получат свыше 22 миллиарда гривен. Представляя налоговый кодекс, Наталья Яройска еще раз отметила, что в нем предусматривается уменьшение налогов с 22 до 9, значительное упрощение администрирования налогов. Помимо того, вводится несколько новых налогов, в частности, налог на выигрыш, который будет составлять 30%, и новый налог, как заявила министр финансов, на большие автомобили и ювелирку. Невзирая на изменения в налоговый и бюджетный кодекс, бюджет следующего года будет дефицитным, его дефицит предусматривается в размере 3,7%. Невзирая на это, невзирая на большие расходы на армию и оборону, которые, по словам министра финансов, в следующем году составят где-то треть расходов бюджета, все-таки правительство смогло сберечь социальные расходы и ряд важных социальных программ, включая расходы на поддержку переселенцев в размере 2,6 миллиарда гривен. Ну и после этого слова взял министр социальной политики Павел Розенко, который огласил свое видение социальной политики в следующем году. В частности, он еще раз акцентировал на хронической проблеме пенсионного фонда, дотации которого в этом году составили 90 миллиардов гривен. По словам Павла Розенко, бороться с этим можно только легализацией теневых зарплат. По его словам, теневые зарплаты в Украине составляют 200 миллиардов гривен в год, из которых 70 миллиардов гривен ежегодно недополучает пенсионный фонд и где-то 30 миллиардов местные бюджеты. С этим надо бороться, а бороться министра социальной политики предлагает путем уменьшения ставки единого социального налога постепенно до 2017 года до уровня 15%. Ну и сейчас докладывает министр экономики о дирегуляции бизнеса. Мы слушаем и расскажем об этом докладе уже в следующем включении. Спасибо, Оксана. Напомню, на связи со студией был наш парламентский корреспондент Оксана Апрышко. Украины и НАТО уже работают над новой годичной программой сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в документе в полном объеме будут представлены все реформы в стране, их логика, а также временные рамки. Стороны обязательно их согласуют. Кроме того, глава МИДа сообщил, что заседание трехсторонней контактной группы по Украине планируется в Минске завтра. Министр отметил, что переговоры ведутся, однако пока сейчас неизвестно, достаточно ли будет одного заседания. Решение Украины отказаться от внеблокового статуса является контрпродуктивным и нагнетает обстановку. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, этот закон якобы нагнетает конфронтацию и создает иллюзию урегулирования кризиса в Украине. В России считают, что более продуктивным путем решения кризисной ситуации будет диалог с населением Донбасса. Украина неизбежна будет в НАТО и ЕС. Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Симоняк. По его словам, альянс открыт для новых членов и для Украины в частности. Он подчеркнул, что никто не может запретить стране выбирать свой путь развития. Однако для вступления в НАТО Киеву нужно будет выполнить некоторые требования и соответствовать определенным стандартам альянса. Президент Петр Порошенко принял участие в военно-экономических учениях «Концентрация-2014», которые начались в Центре оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Обращаясь к присутствующим перед началом учений, Петр Порошенко отметил, что военно-политическая и военно-стратегическая ситуация вокруг Украины остается напряженной. Он подчеркнул, что события на Донбассе требуют адекватного реагирования и ряда мероприятий, направленных на решение задач по защите и восстановлению суверенитета территориальной целостности Украины. К участию в учениях привлечены члены Совета национальной безопасности и бароны, руководители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, главы областных государственных администраций, областные военные комиссары. В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки ранено трое украинских военнослужащих. Погибших нет. Об этом заявил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, несмотря на то, что в районе проведения силовой операции продолжается режим тишины, боевики совершают хаотичные и неудачные попытки спровоцировать украинских военных. В частности, на северо-востоке от Мариуполя патруль полка АЗОВ обнаружил диверсионно-разведывательную группу террористов. Боевики открыли огонь по украинским военным. Наши солдаты ответили огнем, после чего боевики отошли. В штабе АТО за сутки зафиксированы и три полета беспилотников-разведчиков возле Бердянского и Сартаны в Донецкой области и трех избенки в Луганской. Во время несения службы украинский пограничный наряд зафиксировал движение неизвестного, который пытался обойти пункт контроля Георгиевка в Луганской области. Во время задержания он открыл огонь и скрылся. Поиски нападающего продолжаются. На том же пункте контроля пограничники задержали гражданина, который пытался на автомобиле пересечь линию разграничения в объезд пункта контроля. Во время осмотра автомобиля обнаружены две гранаты, два пистолета Макарова, устройство для бесшумной стрельбы, навигатор, мобильный телефон и сим-карты. Близ Докучаевска зафиксировано наращивание живой силы террористов. Об этом сообщает руководитель Центра информационно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По данным эксперта, в новом формировании более 200 замаскированных под ополчение российских наемников. На их вооружении 6 артсистем и 10 танков. Также между населенными пунктами Еленовка и Гранитная действует 4 смешанных мобильных группы боевиков. В их составе минометные расчеты, снайперы и гранатометчики. Подрыв железнодорожного моста в Мариуполе квалифицирован как террористический акт. Подрыв второго моста на правом берегу удалось предотвратить. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. В ведомстве отмечают, что для расследования взрыва сформирована группа следователей. Продолжается осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств. После завершения следственных мероприятий начнут работы по восстановлению моста. Напомним, сегодня в Мариуполе взорвали железнодорожный мост через реку Кальчик. Движение поездов в район жидовокзала и морского торгового порта временно приостановлено. Жертв нет. Новая волна мобилизации в Украине начнется с 20 января. В ее ходе планируется призвать на службу около 50 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала БТБ сообщил Сергей Галушка. Заместитель начальника управления информационных технологий Минобороны. К мобилизации прежде всего будут привлекаться офицеры и военные специалисты запаса. Они пройдут обязательную подготовку на базах учебных центров вооруженных сил Украины. Учения продлятся 25 дней. Далее военные пройдут боевое слаживание в составе подразделения. И после этого примут решение, где именно они будут нести службу. На первом этапе мы можем говорить о цифре в районе 50 тысяч человек. Большая часть или приличная часть этого количества мобилизованных будут офицеры. Причем, как планируется провести работу? При высших военных учебных заведениях будут созданы офицерские курсы краткосрочные, к примеру, около месяца, где офицер запаса, который пришел, вернулся в строй или пришел в строй по мобилизации, скажем так, в короткие сроки придет интенсивный курс сплотовки именно как офицер, как руководитель какого-то коллектива. Командир взвода, например, роты там или специалист по сплотации какого-то сложного вооружения. И только потом этот чек, пройдя эти курсы, будет допущен к личному составу. Вторая категория – это специалисты, скажем так, узких специальностей, которые требуют, скажем так, интенсивные потоки на тех или иных образцах техники и ждут учебные центры. Они будут проходить персональную личную подготовку по применению этого вооружения. Ну и третья категория – это, собственно говоря, те, кто не попал в первую и вторую. Это специалисты, в случае, скажем так, более таких массовых специальностей. И когда все три условные категории пройдут этот месячный, кому-то больше, может быть, курс потоки личный, персональный, они будут уже собираться в коллективы, какие-то воинские подразделения, взводы, роты, батареи и тому подобное, и проходить потоку, совершенствовав потоку, ставив своего будущего подразделения. И только потом мы можем говорить, что эти люди будут выполнять задачи по предназначению. Министерство социальной политики максимально упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для бойцов АТО. Об этом сообщил первый замминистра соцполитики Василий Шевченко. По его словам, соответствующие законопроекты уже разработаны, и после их принятия увеличится количество комиссий, которые предоставляют статус участника боевых действий. Аналогичные документы будут выдавать бойцам добровольческих батальонов и волонтерам. Также сократят количество документов, необходимых для этой процедуры. Сегодня работает комиссия Государственной службы по делам ветеранов. Сейчас, для того, чтобы этот вопрос решить быстро, мы наделяем полномочиями еще некоторые ведомства, чтобы принимать соответствующие решения. И далее информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok